Привет, друзьяшки, с вами дядюшка Розе. И как вы поняли, это просто невероятное колоссальное обновление с кучей вкусных паков, новым контентом. Конечно, для забущенных персонажей, но там ап арбов, новый класс, новые колы. Давайте посмотрим. 29 ноября. Что мы видим? Добавлена новая территория Инадрил. Получается, вот мы. Гавань Хейн. Город Хейн добавляется. Наверное, это самая легкая локация, потому что тут мне моментально дали люлей. Потом, тут тоже оски маленькие, но не смотрите на них, дают люлей. Тут мне чисто точности не хватало, так как сейчас идет, вот видите, вот такой кубочек сверху. Баф Альянс Грации, который дает опыт прирост 20%, то примерно полтора миллиона опыта за моба в этой локации падает. Достаточно слабые мобы, то примерно буст моего персонажа, только мне не хватает где-то 40 точностей, примерно я не скажу точно. Видим 7 зон охоты, 2 сейв зоны и замок Инадрил. Мы посмотрим дальше. Появляются 2 босса, Наяда и Мадеус. Респ Наяда 15 часов, респ Мадеуса 24 часа. Добавлен новый свиток призыва души Мадеус. Создание другое. Осада, вот такие вот свитки, которые создаются с этемов. Также урны, урны, да, из которых могут выпасть рандомные скиллы. Это свитки, которые применяются на осаде, вот такой Мадеус добавлен свиток, который призывает душу Мадеуса, наносит врагам урон, активирует цепной взрыв, который срабатывает до 3 раз. Камикадзе влетает с крыльями, какой-то ворб, да, на крыльях влетает толпу и потом ба-бах. Это может перевернуть ход сражения, ну, я не знаю, насколько это будет сильный взрыв, да, так сказать, насколько он будет мощный. Есть вот свиток призыва души Суцептера Ядра, который телепортирует в город. Вот это вообще самый такой крутой скилл, который вы используете на осадах. Ну, посмотрим, посмотрим. Я иногда топчиков сотрю, жду от топчиков контент. Также добавляется Курильница. Кто не знает, что такое Курильница, если мы нажмем, есть демонические мечи, которые вы знаете, там Блэски, Блэсэлэсы, Кукундары разные выпадают, очень круто. Также вот есть вот такая Курильница за определенный итем, который выпадает за убийство боссов, если я не ошибаюсь, именно в клане. Вы крафтите призыв души Курильницы, там такая урна, рандомно вам выпадает Аден и Орен, теперь добавляется Курильница и Надрил. На острове Безумие. Но не пытайтесь вызвать Курильницы, создавать, потому что в это место могут прилететь все. Если вы захотите создать, там появляются мобы, в зависимости от ранга предмета, который вы создадите. Ну, там рандомно вам выпадет. Ну, пробуждаете эту Курильницу, мобы появляются. Ее видят все. Много Адены, разные. И темы падают с монстров, там, топами качать новичков, так думали раньше. Идем дальше, добавляются также Кристаллы Души новые, этажей коллекции. Добавляется новое снаряжение, пояс легендарный, героический редкий символ. Пояс Духа Озеров и защита. Уртение урона от оружия, не знаю, как ПВД, возможно. Также добавляются новые коллекции предметов. Естественно. Это вы все можете увидеть. Официальный сайт. Посмотреть коллекции. Покрутить алхимочку, потому что колы будут первое время дорого стоить. Не пропустите свой шанс. Так, запускается Пылающая долина. Поделена на кластеры Барц, Эрика, Леона, Зикхард. 70 уровни, 14 часов. 4 босса. Очень интересно. Топ контент для хай-левело. Завершается арена Храм Зепара. Обновление для класса Сарбом. Можете видеть хилы, давайте прочитаем, что же обновили. Редкий фокусировка святости. Увеличение Махкрит Атаки. Идем дальше. Героический. Божественная вспышка теперь срабатывает с шансом 100%. Духовный Страж. Позволяет применять более эффективный эффект. Дополнительно увеличивает сопротивление умений. За каждый добавленный уровень, чем выше у вас левел, тем круче эффект. Интересно. Что-то очень интересно. Священный Свет увеличен урон. Героический скилл. Боль Кармы. Легендарный скилл. Увеличен урон также. Небесный щит. К эффектам защиты барьера персонажа добавляется увеличение сопротивления оглушения и удержания. Шанс активации умения. Святая Гильотина очень сильно повышен. Эффективность исцеления скилл. При успешной отмене негативных эффектов значительно усиливает сопротивление оглушению, удержанию и аномальным состояниям. Добавлен новый класс рапира. Ребята, что сказать. Сейчас мы посмотрим на этих красавцев. Начиная с героических, заканчивая легендарными. Жду конечно рапиру на обзор. Пишите мне в дискорд в описаниях. Под видео, как всегда, ребята, на обзор. Также пику жду тоже. Так, рапира. Давайте начнем. Видим Лаурион. Дальше. Эспада. Очень интересно такое. Какой-то 18 век. Ариен. Рапиэри. И видим двойной класс. Рапира и нож. Такой пвп красный модели. Давайте посмотрим, что же тут за скиллы. Увеличивает количество целей. Увеличивает восстановление хп. Увеличивает урон. Повышает увеличение урона от оружия. Очень круто. Очень готично. Круто. Тириэн. Две пробуды. Увеличивает шанс аномального состояния цели. Увеличивает восстановление хп. Две пробуды на фиол. И уменьшает расход мп. Увеличивает количество целей. Но это где-то видел. Это где-то видел. С цепным мечом что-то схоже. Только там плащ покруче, да? Клаудия. Двойной ПВП класс. Тенебре. Очень прикольно. Теперь лук Рапира. Балтус Ван Дейк. Ну и танк Рапира. Такой боевой начальник Рауля. Что-то типа того. Седрик. Классно. Все новое всегда очень круто. Если вы новичок. Ну любое оружие. Вот если вы новичок. Хотите играть Рапирой. Всегда смотрите. Чтоб там на оружии было написано. Не повреждается. И там какой-то материал. Миферил. Орехарукон. Это дополнительный урон по нежити. И также есть скиллы у оружия. Которые за счет заточки. Процент скилла увеличивается. Там если это какой-то дамажущий скил. Это очень круто. Добавлены книги умений. Которые можно создать. Мифические. Добавлены новые умения. Владение оружием 2. Двойного урона. Тройного урона. По 3%. Пробитие блока. 5%. Ига. Нашляет некое имперское мастерство 1. Да. Здесь конечно нужно аден увеличить урон от умений. Но. Сколько это адены нужно. Чтоб создать. И также добавляется вот такая вот книга. Сопротивление урона от умений. Оружие. Нужны вот такие вот итемы. Которые создаются. Очень дорого. Хрусталик. Вот итем новый. Магическая голубая эссенция. Тут краска синяя. Камни жизни. Камни духа. Сверхуровень. Для сверхдонов. Потому что. Обычный. Смертный. Который даже донатит немножко. Я не уверен что. Сможет это скрафтить. Может как то легче будут доставаться эти все итемы. То что. И вы расходнички. Посмотрим. Вот это я не понял где крафтиться. Напишите в комментариях. Кто знает что. Имперское владение посохом. Не вижу я. Идем дальше. Так. Новая книга. Наследника. Которую можно купить. За знаки поручения. У жреца инхасад. Поселение. Плюс 5 физ защиты. Также добавляется легендарный свиток поручения. Который создается с красных свиточков. Давайте посмотрим что он нам предлагает. А это чисто виталочка. Вот убить 250 мобов башни дерзости. Чтобы его создать. В поручении храма. Нужно 4 красных вот таких свитка. Эти свиточки фармятся с клан РБ. Добавляются новые ячейки для реликвий. Также никаких реликвий не вижу. В создании. Возможно это будет оставаться. С алхимки. Будут выпадать реликвии. Со спотов. Также есть свиточки. Видим. Так. Реликвия выпадает. В новой локации. Реликвия экипировать. Его также можно точить. Добавлено освещение доспеха. Вверх и вниз. Это очень интересно. Это мы видели только что. Очень интересный скил. И вот я хочу заиметь вот такой вот синенький скил. Если посещать горная зона конфликта. Можно также создавать такие же предметики. Вот видим. Нужно 5 таких хитемов. Чтобы попытать удачу создать красный. И еще он должен зайти в ваш доспех. Это именно свиток для верхней части. Вот мы видим синенький такой. При атаке вас. Атакует массовым скиллом. Где находится враг. И также есть нижняя часть. Сопротивление оружия видим. Увеличивает урон от оружия. При успешной атаке против персонажа. Увеличивает урон от оружия. Вармим кристалл святости. Редкий. В урной зоне конфликта. И там вроде. Продается у какого-то NPC. Пылающей долине. Или храм запара. Идем дальше. Со свиточками думаю мы все поняли. Добавились новые свиточки в доспехе. Вверх и низ. С двух печати вы можете создать благосовенное пагрио. Добавлены новые агатионы. Панмарот. Закрывает шанс тройного урона. Шанс двойного урона. Сопротивление от умений. Панмарот. Муфа. Поддержка разрушения при успешной атаке. Уменьшает физ защиту и точность цели. Так. Ландор. Такая вещь какая-то. Увеличивает шанс без вмолвия. Очень крутой. Так. Теперь идут легендарные. Чудовищный дракон. При успешной атаке. Уменьшает для цели сопротивление урона от оружия. Легендарный. Очень круто смотрится. Мифический волоказ. С двумя скиллами. Тут уже увеличение абсолютной точности урона. Увеличивает дополнительно аномальное состояние. При успешной атаке. Наносит периодический урон по области. Уменьшает эффективность получаемого лечения. Также обновите книги об истории королевства Аден. Мы заходим в создание. Другое. Коллекции. Так как я не хрючу кланы. Это для меня очень дорого. Я создал две книжечки. Защита урон. Точность закрыл. Конечно хотелось бы увеличение урона от умений. Увеличение от оружия. Но это очень дорого. По страничкам я решил не закрывать. Кто помнит логово Антараса. Третий этаж. Там очень много падало зеленых книг. Ты мог фармить спокойненько страничечки. Башни с лановой кости. Там вообще копейки падают. Твино кланы я не хрючу. Чтобы фармить цветочки. Именно с книгами там. Разбирать книги. Они не такие дорогие. 5% урона от умений. Это очень много. Примерно 200 алмазов. На 2 месяца закрыть коллекцию. Это думаю не очень дорого. Также добавлены редкие временные коллекции. Снижение урона. Украшения нулевые. Добавлены коллекции до 13 декабря. Также улучшения. Теперь можно перемещаться к боссам. Башни Крумы. Логово Антараса. Башни с лановой кости. Через голову босса я так предполагаю. Также во время осады Адена. Нельзя использовать свитки возврата. Клане можно делать взносы. До 13 декабря. Увеличено. Х2. И добавляется еще энергия НХАСАД. Дальше. Добавляется баф. Который нигде не нужно брать. Он на вас будет висеть. До 13 декабря. Получение опыта. И Адены. Также накопление энергии НХАСАД. 100%. Очень круто. Дальше. Статуя. В городах будет стоять. Там. Макс игру за подъемность 1000. Весь урон. Плюс 2. Точность плюс 2. На 4 часа баф. У кого проблемы с банками. Очень круто. Можете взять там больше банок. Также будет приходить писемка. Утром и вечером. Утром будет приходить. Часы храма Ундины. Для великолепных приключений. Великолепные энергии. Чистый эликсир. Свитки битвы. Также вечером. Сундук с провизией наследника. И великолепные приключения. 2 сундучка. Да. Расходочка. Сезонный пропуск. Который активируем за миллион Адены. Так. Премиум награда. Мы видим. Только Виталка. Финальная награда Виталка. Чистый эликсир. Часики. Очень хорошо. Ордена. Карты. Часики. Очень неплохо. И такие вот сундучки. В которых будет. Реликвия. Может блеска. Выпасть. Очень неплохо. Два красных. Кусочка. На создание. Это ежедневно. Это ежедневно. Да. Я так предполагал. Да. Это ежедневно. Вот такой вот. Сезонный пропуск. Добавляется. Храм Ундины. Где падают. Вот такие вот. Мешочки. Кристаллы. Улучшенный кристалл. Что там. Магические фрагменты. Новое измерение. И также. Сундук. С донатной бежой. Очень круто. От винов будет установить. Я вот утречком постоял. Какая-то быдло хам. Мне снова стал на голову. Ником Сибиряк. Вообще. Быдло хамы. Конченые. Со стоящим на голове. Быдло хамом. 16 сундучков. Очень неплохо. Если получается. До 6 декабря. Будет неделю. Длиться. Этот инстант. Плюс. Еще часик. Приходит. Получается. В итоге. Примерно. 210 сундучков. Именно. Я могу формануть. 210 сундучков. За неделю. Ну. Как там падает. Именно. Рандомная бежа. То. Очень сложно. Что-то выточить. Также. Не пропускайте. Просто. Невероятные. Действа. Под названием. Будет появляться. Золотая повозка. Одновременно. В 4 городах. То есть. В каждой повозке. Будут свои итемы. Это как блес. Точки. Там будут. Интересные. Цветки. Вот. Мы видим. На экране. Это будет. Иран. Орен. Аден. И Хейн. Будет появляться. Легендарная. Золотая повозка. За Адену. Можно приобрести. Редкие сокровища. С 1 декабря. По 3 декабря. Включительно. С 20.40. До 20.10. Будет. 20.40. Появляться. Эта повозка. И 21.10. Исчезать. Начиная с пятницы. Заканчивая воскресеньем. То бишь. В эту пятницу. 20.40. Появляются. Эти повозки. Что мы там можем купить. Блесовенные свитки. Украшения. Это очень круто. 9 лямов Адены. Думаю. Недорого. С теми ценами. На блески. Которые сейчас есть там. То что какой-то. Чпок. Скупил все блески. Дух с фрагментами. Не знаю. Насколько это выгодно. Но вот блески. Это очень выгодно. Тоже видим. 12 лямов. Камень духа. Камень жизни. 9 лямов. Также проклятые свитки модификации и доспеха. Проклятые свитки нужны чтобы понизить уровень заточки оружия или доспеха. Чистый эликсир 1 штучка 6 лямов. Ну не знаю такое. По 12 лямов свитки стоит. Но я на доспех куплю. Потому что у меня не зашли блески в доспехе. Апеллы. Терти. Сапоги посланника. Блески не зашли. Мне нужны. Топ не покупайте за алмазики. Пониже за очарование. И попытаюсь снова блеской вточить. С 4 на 5. Потому что мы видим что безопаска на 4 всего лишь. А блеска дает шанс точнуть. Ну я так предполагаю с 4 на 6 может зайти. Но я ни разу такого не видел. Как оно будет. Так же вот добавляется в хейне. Вот хрусталик. Видим 10 хрусталика. Это мы в хейне можем купить. Именно в повозках которая будет стоять в хейне. Свитки модификации. Реликвия. Во. Тоже интересненько. 3 штучки можно купить. Раз за ивент. Тут так же написано количество за ивент. К сожалению. Будет появляться 3 дня подряд. Но. Там свитки модификации. Можно купить 1 раз за ивент. Но это такое. Так же свитки. Очень интересные свитки. Вот видим свитки. 10 лямов. В каждой повозке свой свиток. 10 лямов. И в каждой свитке будет свой набор случайных наград. Если. Энергия НХАСАД. Видимо одинаково. Взяли развитие 2 штучки. 2 500. А вот случайная награда будет. Геран. Мы видим. Можно поиметь благосовенные свитки. Тут мы видим. Орановский свиток. Кристаллы души. Аденовский свиток. Карты Нагатена. И. Свиток Инодрил. Мы видим. Карты класса. Кольцо Хранителя 2 годовщины. Мы его покупаем за. 1202 адены. Его можно как бы носить если вы новичок. Но так же мы можем добавить его в коллекцию. Весь урон. Плюс 1. Увеличение накопления энергии. Ежедневный бонус. На 28 дней. Ежедневный бонус 20к. Виталочки. И по дням. Попытать удачу с героической картой. Ордина Славы. Улучшенный кристалл души. Карты. Часики. Благосовенная святая вода. Кристаллы. Опять карты. Улучшенный кристалл души. Карты улучшенного класса. Перед финальная награда. Опять попытать удачу. Десятка виталочки. Со знаками. И финальная награда. Улучшенный легендарный. Также бонус. На 14 дней. Первый день. Мы получаем. Билеты. Лее снаряжение. Это украшения. И доспеха. Можете восстановить. То что вы точили. Там. Максимальный который ранг вы точили. Вот у меня к примеру. Там было. Очень много поясов. Красных. Но к сожалению. Их нельзя добавить в алхимию. Их можно добавить в коллекцию. Вот такой вот я. Пояс восстановил. Видим. Можно добавить в коллекцию. Но нельзя добавить в алхимию. А я понадеялся попытать удачу. Но игра мне сказала что нет. Также я восстановил. Девятое синее оружие. Это уже какая то тенденция. Потому что. Я снова вточил. Это оружие на 10. Восстанавливаем. Получаем. Ну хотя бы красный рецепт. А уже хорошо. И тут видим по дням. Религия энергии. Знаки поручения. Так. Золотой билет. Леи. Класса. Попытка Трая. Самого высшего Трая. Кристаллы Души. Карты Агатионов. На 8 день. Трай на Агатиона. Самый высший. Дальше. Кристаллы Души. Потом билет. Класс Мастер. Это с повышенным шансом. Чем больше у вас было неудачных Траев. Тем выше ваш шанс. При удачном срабатывании. Там к примеру. Трай на Легендарный. Сбрасывается повышенный шанс. Передфинальная награда. Лучный Легендарный. Легендарный 6 раз. И финальная награда. Агатион. То же самое. Что класс Мастера на класс. Самый высший. Ваш Трай. И чем больше было Траев. Тем выше шанс получить. Желаемого Агатиона. Также добавляется за донатик. Ежедневная помощь. Очень жирная помощь. Потому что мы тут получаем. За 7 дней. 14 карт. Карты на выбор. Карты Агатиона. И карты класса. Взять в одном направлении. Потом. Первый день Артена. Кристаллы Души. Потом. Чистый Эликсир. Редкий Легендарный. 11 раз. 10к. Очков Пробуждения. Передфинальная награда. Редкий Легендарный. И финальная награда. Героический Легендарный. То бишь. Вы получаете. Героический. Это по любому. И. У вас есть шанс. Получить Легендарный. Это очень. Я считаю. Очень вкусненькая награда. Всего 1500 алмазиков. За 7 дней. Вы получаете. 14 карт. Плюс. По 11 раз. От редкий. До легендарный. И. Финальная награда. От героический. До легендарный. Один раз. Ну. Героического Агатиона. Вы получите 100%. Очень вкусненько. Тебя. Смена. Сервера. Наконец-то. Наконец-то. Рынок оживет. Я надеюсь. К нам прилетят как всегда захватчики. Там отжать замок Аден. На Леоне. Как это обычно бывает. Поживиться замка Аден. Скупить рынок. И улететь. Как. Это было. Множество раз. При трансфере. Да. Кто не знает что такое. Смена сервера. Это вы играете. Есть 4 кластера. По 6 серверов. И. 24 сервера. В итоге. Длится действие. До 13 числа. Вы можете взять. Определенное количество. Оружия. Доспеха. Аксессуаров. Адены. И улететь. На другой сервер. Ну. Кто знает. Фишечки. Линейдж 2 мобайл. Там. Создавать альта. На другом сервере. Можно. Таким образом. Летать. Забирать. Часики. Которые ты скупаешь. На другом сервере. Переходим. В донат. Магазин. Вот. Добавляются. За реальную валюту. Карты. Присталы души. Великвия энергии. Не знаю. Это очень выгодно. Если вы донатите денежку. Это очень выгон. От улучшенный до легендарный. Вы закроете наверное все синие карты. Со всех паков. Если скупите. Вы закроете все синие карты. Которые все коллекции по синим картам. Это по любому. Также. Дальше идет. Платный пак. В котором будет 1000 алмазов. Сундуки с временными вещами. Которые можно добавить. В коллекции. Также тут. Будет. С бежой. Плюс четвертой сразу. 300 реликвий энергии. Так. Еще одно предложение. Это такой редкий легендарный. Ну. Взять алмазики. Карты. Немножко реликвий. Так. Теперь. Предложение за алмазы. Ежедневный знак создания. За который можно создать. Разные вкусные темы. Но это надо как всегда. Скупить все паки. Вот такой вот знак. Реликвия энергии. Ордена знаки. Адена. Редкий легендарный. Ну не знаю. Такое. Такое. Когда вы скупаете все паки. Карты Агатиона. По 11 раз. С отредки до легендарный. Это если вы скупите все паки. Также в самих паках. Знак королевы. Которая добавляется. В постоянные коллекции. Снижение урона. Точность защиты. Весь урон. Шанс тройного урона. Мощность зелья восстановления. Хотя бы купить 2 пака. Чтобы закрыть 1 колу. Также в паках бонусная монета мастерства. 3000 зелья пробуждения. Ну конечно скудненько по расходкам. Кристаллам. Орденам славы. Но тут идут вот такие вот интересные. Карты класса мастерства. Воин с рапирой. Да. Редкий легендарный. И 4 карты улучшенные легендарные. Но также идут талисманчики. За которые можно попытать удачу. Шанс 10%. Красную книгу. Или фиол. Конечно. У кого на сколько средства. Но попытать удачу. Там в районе 10 тысяч алмазов стоит книга. Вот эта. Если вы создадите ее. Также можно шансом в 1%. Вот попытать удачу. По 12 всего талисманчиков. Создать сразу 6 браслеты. Пятую бронж. Седьмая серьга дракона огня. Вот видим. Шанс 1%. Это лакеры. Это единицы. Единицы просто. Также можно попытать удачу. Шансом в 1% создать рапиру. И 10% шанс на красное оружие рапира. Но это рандомно вам может выпасть какая-то рапира. Также не забываем. Вот такие вот свиточки. Цена не падает на них. По каместе. Короче. Вот такие вот паки. Ребят. Вот такие вот паки. Ну аналогично и на агатионам. Очень жирные паки. И также смена класса. Но теперь с кого хотите. Просто не как раньше. Там скудно предлагали. Там вышел. К примеру рапира. И мы только можем. Там я с мага могу только в рапир. А сейчас вы можете. Если вы орб. Можете в любой класс свапнуться. Чтоб не свапнуться. К примеру. Вот я хочу. Очень сильно хочу. Свапнуться в пику. Мне нужно 15 тысяч алмазов. Это смена карты. Это смена оружия. Это смена всех скиллов. Это вроде я считал без мастерства. Сменить карту. Это 50 монеток. Одна монетка стоит 100 алмазов. Вот. Сменить только карту. 5000 алмазов. Так как у меня карта там. К примеру есть норма. Если я хочу свапнуться в орба. Я считал все скиллы и оружие. Это 10 тысяч алмазов. Будет свапчик. С хаоса. Переобразовать в боль кармы. Оставить метеор. Мах без хаоса. Но чисто фармеры. Орб с болью кармы. Докупить красные скиллы. Хотя бы до Дэна второго. Очень круто ребят. Вроде бы ничего не пропустил. Прошелся по самым основным аспектам. Пиши свои комментарии. Как тебе впечатления от обновы. Ждал ты лучшего или нет. Буду ждать твоих комментов. Всем до новых встреч.